Бюджет 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 Народного фронта, фронта путинской новой партии. Почему они молчат и почему они ничего не предлагают? Прежде всего бюджет этот не годится, потому что это бюджет не социального государства, а олигархического. Он антиконституционен. В этом бюджете по-прежнему в стране продается на 20 триллионов рублей сырья народного, а в бюджет попадает 7-8, 12 триллионов рублей, дань, которую платит наша держава олигархии. Этот бюджет углубляет раскол общества. У нас всего 10% захватили, 90% богат страны. Ничего похожего сегодня нет ни в Африке, ни в латинской мире. Этот бюджет настолько антисоциален, что не хватило на образование, науку и здравоохранение. Из каждых 100 рублей, 3 рубля на здравоохранение, 3,30 на науку и 3,60 на образование. Для того, чтобы провести модернизацию, любой опытный человек вам скажет, надо минимум удваивать эту цифру. Посмотрел, что на школы 25 миллиардов. Это по одной школе не хватает на субъект Российской Федерации. А уже в 90% школ, даже в таком городе, как Новосибирск, дети ходят во вторую смену. Они говорят, они решат вопрос со второй смены. При такой политике третья смена появится. Если взять международное положение, этот бюджет только ухудшит. Если посмотреть на модернизацию, никакой модернизации не пахнет. Если посмотреть, каким образом идет импортозамещение, даже на село, вроде чуть прибавили. 1,26% на село. Хотя все в мире знают 10-12% надо от расходной части, а Америка тратит 24. Но если хотите взять примерно, хоть до десятки доведите, и вы там заработаете много. То есть не хотят вкладывать в реальные производства, не хотят вкладывать в интеллектуальную мощь страны, а хотят по-прежнему обслуживать олигархию. Поэтому в прошлом году олигархия увеличила капиталы на 42%, а граждане обнищали на 20%. Этот бюджет неизбежно приведет к политическому кризису. Вслед за финансовым наступят политические. Долго терпеть не будут. Мы предложили 10 шагов достойной жизни. Мы предложили вариант, целый пакет законов. Приняли закон о промышленной политике, о стратегическом планировании, о поддержке науки, о образовании для всех. Подготовили проект законов, как можно наполнить бюджет. Бюджет развития начинается с 22 триллионов. Лучше 25. На столе власти лежат все предложения. От кабинета президента и правительства до единой России. Не хотят ни читать, ни принимать соответствующие меры. Ну и последнее. Хочу, чтобы они сейчас каждый день нам показывают по Трампа. Но ни разу не показали, а с какой программой господин Трамп будет заступать на президентскую должность. В Ятсбурге, там где закончилась гражданская война в Соединенных Штатах Америки. Он выступал с речью и предложил программу 6 жестких мер по борьбе с коррупцией, 7 мер по поддержке работающих людей и 10 законов первоочередных. Посмотрите внимательно. Кто питает иллюзии, Трамп будет разговаривать всерьез только с сильными. Он все делает для того, чтобы Америка была сильной. Военный бюджет ни на 1 доллар не сокращается, а мощности будут наращиваться. Поэтому, если собираетесь решать проблемы и уверенно смотреть вперед, обобщайте свой великий опыт, изучайте международный. Лишь применяя его, можно вытащить из кризиса и решить многие насущные проблемы. Мы голосовать не будем за этот бюджет.